Всем привет! Сегодня перевалка метельчатой гортензии из пол-литровых емкостей. Вот таких трехлитровые. Потому что пол-литровые уже освоены, нужно двигаться дальше, куда-то девать корешки, как-то расти растению. Объема не хватает, питания тоже не хватает, поэтому переваливаем. Берем горшок, в который будем сажать. Грунт у меня 50% где-то моей садовой земли. Немножко агроперлита для рыхлости, но не обязательно. Кислого торфа процентов 20. Потому что все-таки горшок, чтобы не бегать с лимонной кислотой и не думать, ой, этот горшок мы полили, этот нет, и разводить там по литру. Лучше кисленького торфика сразу бросить. И перегной. Очень перебревший перегной. Тоже процентов 20, ну немножко. В общем все это перемешиваем. Получается рыхлый грунт. В горшке грунт должен быть рыхлым, иначе он после полива становится плотным, не дышащим. Растению в нем очень-очень плохо. А каждый день рыхлеть, эти все горшки тоже надо кучу ремни. Итак, насыпаем на дно сколько-то субстрата нашего. Я еще добавляю удобрения провангированного действия. У меня бонофорта купила еще весной, потому что растение в нем расти еще и в следующем году, наверное, несколько месяцев. Смотрим, ставим горшочек и смотрим, как у нас будет растение стоять после того, как мы его засыпем. Вот этот вот бортик у горшочка, его желательно не засыпать, чтобы он оставался свободным. То есть уровень грунта был вот по эту ступенечку. Очень удобно не только за этот бортик брать, но и поливать. Потому что когда немножко грунт пересыхает, и мы его поливаем, вода не сразу впитывается. И если мы не оставим места, где бы ей чуть-чуть скопиться перед впитыванием, она будет просто стекать. Так что для полива слегка пересушенных комочков оставляем место. Ставим, смотрим. Да, нормально у нас бортик будет свободный для полива остается. Так, берем наш саженец, слегка нажимаем на него со всех сторон. Слегка, без фанатизма. Один момент важный тоже. Громк не должен быть сильно влажным при пересадке, потому что очень неудобно вынимать растение, когда комок влажный. Мало того, еще и он тяжелый, может, могут корни с комочками земли отрываться. В общем, вы его вчера полили, все, сегодня пересаживаем. Сегодня поливать будем уже пересажены. Итак, мы его слегка поджали, переворачиваем кверх ножками, придавливаем на донышко, снимаем стакан. Все, вот он комочек, весь оплетен корешками. Часто бывает, что корни на дне очень сильно переплетены. Они ходили по округу, им было мало места. В этом случае, либо взять острым ножичком аккуратно, полсантиметра, сантиметра, просто срезать и выбросить. Корни будут активнее расти заново. Либо немножечко их вот так вот аккуратненько, разные стороны, пальчиком потеребить, если комок не сильно оплетен. Вот. Середочку там пощипать чуть-чуть, чтобы корешки, которые заплелись, вот они, кстати, вот они, чтобы они из этой серединки ушли на периферию. Вот так вот мы его растрепим немножко. Все, смотрим еще раз, как он садится. Ставим, ну, низковато. Сейчас я еще немножко подсыплю под него грунта, потому что корневую шейку, это то, что торчит над землей, вот этот кусочек стебля, засыпать нежелательно. Засыпать нужно так, как он рос в моем горшке. Вот. Не нужно сильно добавлять земли, потому что корневая шейка, она уже привыкла быть на свободе, она будет подогнивать. Вот. Вот эти вот тоже можно немножечко аккуратненько пальчиком отщипнуть, чтобы они пошли отлепились от этого комочка. Ничего у вас, что-то отвалятся какие-то кусочки корня. Это сильно роли не сыграет, не страшно. Вырастут новые. Главное, большие не отрывать. По-аккуратненько. Вот. Подсыплю еще чуть-чуть. Вот так. Чтобы оставался бортик. И аккуратненько засыпаем. Чуть-чуть. Чуть-чуть засыпали. Потрясли. Немножко ручкой придавили. Я еще капитку удобрений брошу. Вот. Еще подсыпали. Чтобы она там у стакани вас немножечко трясли. Где-то сами поправили. Чуть-чуть. Чуть-чуть придавили. Дальше подсыпаем. И пока мы не засыпем саженец на тот уровень, на каком он рос в маленьком стаканчике. Вот. Можно чуть больше насыпать, потому что сейчас мы польем, и земля подсядет. Если где-то после полива образовались ямки, можно их подсыпать. Чтобы было ровненько. Остается такое место для водички. Осталось полить. Ну, сколько я сюда вылью воды? Ну, пол-литра вылью. На улицу поставлю. Все. Вешаем этикетку с названием сорта, чтобы не запутаться потом. Растения пересажены. Вот. Второй тоже. И сейчас я их отправлю на площадочку, ко всем остальным. Пока.